Второй день соревнований. Мы можем формировать уже стартовую колонну. Голова колонны от надувных наших колонн Касперский. И дальше в горочку, хвост уходит в горочку. Мы выбегаем в сторону парковки. Три, два, один! Это прибывают по соревнованиям. Новая и новая. Растянулись уже. Сильные впереди, слабые сзади, такие как я. Поворот сворачиваем. Машины сопровождения у нас были в начале. Спасибо за сопровождение. Интересно название деревни. Покал у меня выше, чем я хотел бы. Но пробежится. Шесть минут на километр. Хотел бы 7.30. Но пробежали уже больше четырех километров. Пугаливающая надпись. 85. Но это для велосипедиста 85. Мы бежим по их. Пока трассе нам будет пократче. Пугаливающий. 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 Направляете нас по истинному пути, да? Есть что? Спасибо. Ох, какой путь хороший. Грязюка, наверное. Затяжных подъемов хватает на ней. Это не первый уже. Пробежал уже больше девяти километров. Тэм сбросил на семи минут. Или семь. Так двадцать. После иди бежал. Бежится вообще по-хорошо. Но чувствуется тяжело все в ногах. После вчерашних бегов. Уже более одиннадцать километров пробежал. Уходим с асфальта. Вот эта дорога. Ну, клюет карасик. Есть, да. Очередная деревня. А вчера не было ни одной. Как говорят, еще деревушка не обозначена. Верхний домик. Туда бежали, нет? Да, туда. Спасибо. Туда бежали, нет? Не знаю, правильно ли бегу. Ленточки висят, а следом не видно. В парке тут едем герзюки. Вот они. Как же без них хоть негдошка. Ну, вот такая радарушка интересная. Чуть-чуть подбирает все ваше. Неоккулент. Вот. Поддержим еще немного. Как бы не пришлось возвращаться. Нету ленточек. Значит, я не туда. Вон здесь. 50 назад. Ленточек нету. Будем считать, что постровали. Возвращаюсь назад. Следы велосипедов были, берегу ноги видно. Ленточек нет. Будем считать, что постровали. Возвращаемся назад. Вот. С товарищем он не слышит. И говорит не может. Потому что нет ни флажков, ни ленточек. Ничего. Похоже, перевесил кто-то. Вот этот поворот. Возвращаемся в деревню. Побежим по горорейке. Тоже приключение. Это неинтересно даже. По горорейке прямо бежим. Несмотря на этот поворот. Вот велосипедисты едут 42 км. Говорят прямо. Интересная деревня Курочки. В ней живут партизаны, похоже. Которые перевешивали ленточки. Опять идем назад. Курочки. Гарим в другую сторону Курочек. Говорят, надо сюда бежать. Но тут ленточек нету. Вон он ошибается. О, с курочки. В другую бежала. Курочки. Ой, как деревенские нас обманули. Ай-яй-яй. Ну, мы лишних 3 или 4 км набегали с товарищем. Вполне возможно, бежа вокруг поля, по полю где нет флажков, мы все равно могли выбежать сюда. Но не факт. Трекер 24 насчитал. Вот так вот. 4 км. Ну нет, что-то не то. Но в общей сложности, судя по дороге, 4 км лишних. Ну, почти 4. Добежали. Из-за перевешивания флажков. Или ленточками. Вот. Выбежали из узкой тропинки. Я буду врач попрошу. Красивый спуск. Хорошо велосипедистам. И крутить не надо. А тут все равно надо ногами семенить. После вчерашнего бегом мышцы побаливают. Особенно вот на бедре передняя часть. По грязникам пришлось много похлепать, напрягая ноги. Их поднимаю. По-моему, с горочки это чувствуется. Так, может мне на 85 сразу бежать? Не надо, 85 для велосипедистов. Так, и уже и так 4 лишних километра. Там в деревне пудут. Бумажки от гелий, консервные банки от тунца, от тушенки мы забираем. У меня ничего такого нет. Хотя бежать можно, но будем беречной. Очередная горочка. Вот она уже заканчивается. Деревня Золотары. Хорошее название. Какие виды. Красиво отсюда, высоко. Вот ферма загрошенная, двухэтажная. Первый раз такую вижу. Спуски подъема, спуски подъема. Подъемчик сейчас будет. Надо уже велосипедисты спряжать. Очередной поворот. Походим с асфальта. Похоже, заплачивать надо ноги. И велосипедисты стали. С удовольствием. Очень хочется жарко уже бежать. И ногам что-то надо уже. Экстраординально. Так, а как пройти? Ну, никак, да? Ну, король крепкий, без высоты еще. Господи, мы вели. Мамочка, как страшно. Правда, он не останавливается. И на низшей передаче. Ну, а я пошел. Ох, какая прекрасная вода. Ну, конечно, блин. Какого года? 50-го. А, красавчик. Бегу уже не один. И мне не скучно. Я вас на видео еще зафиксирую. Подбегаем к КП на 34-ом километре. Осталось 12 километров. Общая длина трассы. Ряд 46 км. А у меня получится все 50. Пошел песочек удружественный. И горочка. Неравнодушен я к зверкам. Потому что люблю рыбалку. Очень любимый поворот. Долгожданный поворот на Якуты. 2 километра до Якуты. Ну, там нам еще. Мое ухо уловило уже стук барабана в лагере. Ох, это приятно. Там уже, я слышу, идет награждение пока девушек. Ну, не знаю, в каких дисциплинах. Тут дисциплины много сейчас. Я планировал успеть к награждению. Может поснимать там что-то. Но 4 километра. Это, говорит, в моем темпе полчаса. У меня выберет графика. Молодец, что финиш. Ну, до этого еще, конечно, добраться. Будет больше 50. Вот, долгожданная вышечка. Вот, народ вашу празднует, а я работаю. Бежать уже с горами не так легко. Но ничего стоит. Переходим ко вторым местам. Среди девушек второе место завоевала Анастасия Баранова. Сейчас здесь и упаду прямо. Пересекайте, можете падать.